МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу персональный акцент. Уходящая неделя оказалась весьма насыщенной, очень значимыми событиями. Итоги 100 дней на посту президента. Обсуждение возможностей изменения избирательной системы. Обсуждение законопроекта об отмене депутатского иммунитета. Очередной соцопрос и рейтинги политиков. И зазвучавшая с новой силой тема унионизма. Расставить во всем этом персональные акценты нам поможет политолог Борис Шаповалов. Добрый день. Добрый день. Давайте по порядку. Итоги 100 дней на посту президента Игоря Додона. Из-за мою бытность журналиста, наверное, это была одна из самых, если не сказать, самой яркой пресс-конференции главы государства. Вспоминают даже те, которые были до президентства Игоря Николаевича. Не было такого, знаете, мощного информационного повода. Либо как-то, может быть, мы привыкли к тем президентам. Или не успели привыкнуть к тем президентам. Ведь смотрите, сама такая пресс-конференция информационный повод. И то, что на ней говорилось и происходило, тоже мощный информационный повод. Это я говорю с точки зрения журналистов. Но с точки зрения простых граждан Молдовы, могу сказать, что внимание к этому событию было максимальным на тот день. Потому что ведь, я думаю, и как люди, которые голосовали за Игоря Додона, и те, кто не голосовал, в равной степени внимательно следят за его деятельностью. За тем, что удается сегодня Игорю Додону на посту президента с таким ограниченным инструментарием, который ему достался. Наследство от правящей власти. И тем не менее, в этой пресс-конференции эти итоги, мне кажется, еще продолжают будоражить не только умы журналистов и политологов, но и простых граждан, которые так или иначе обсуждают, сравнивая с тем, что было, допустим, несколько лет назад, и что сейчас уже происходит, чему мы являемся свидетелями. Вот на Ваш взгляд, что Вас лично в этом прозвучавшем, в этот день, когда Игорь Николаевич подводил итоги с первым 100 дням своего президентства, что, на Ваш взгляд, было самым значимым, на что обратил внимание? Ну, Вы знаете, я ведь тоже с двух сторон смотрел на это происходящее событие. Ну, первый взгляд, это действительно обычного гражданина. Вот я голосовал, допустим, как гражданин за Игоря Николаевича Додона. Я этого никогда не скрывал. Это моя гражданская позиция. Я могу сказать, это мой президент. И я действительно, как и те 800 с чем-то тысяч граждан, которые отдали за него голоса, думаю, что в каком-то праве даже и спросить о том, что делается. С другой стороны, естественно, я смотрел на его пресс-конференцию о 100 дней его президентства с точки зрения, естественно, политолога, да, то есть человека, который профессионально занимается анализом политических процессов. И могу сказать, что действительно пресс-конференция получилась. Она сегодня вызывает очень много бурных дискуссий. Есть высказывания и за, и против. Кому-то нравится, кому-то нет. Ее уже пытаются фальсифицировать. Смотришь некоторые передачи, сам на днях участвовал в одной. Ну, тоже оппонент пытается приводить какие-то цифры, которые не звучали от президента, которые не использовались. То есть, схоженные интерпретации. Да, да, схоженные интерпретации. То есть, берется какой-то факт, который реально был. Ну, уже не столько-то тысяч граждан Молдовы получили амнистию, еще что-то. Не столько-то предприятий. То есть, понимаете, речь идет не по существу решения тех проблем, которые президент решал. А вот какие-то зацепки, показать, что оно что-то незначимое, что-то оно не так, вот таким вот образом. Потому что, ну, и появилась вот такая тенденция, да, мол, ну, помните, Игорь Николаевич сказал, что вот он будет президентом всех граждан и так далее. Ну, и вот спрашивают, он уже стал президентом всех граждан. Ну, товарищи, есть демократический процесс, да. Есть количество проголосовавших, столько-то за, столько-то голосовало за другую политическую силу. Постепенно они, какая-то часть перейдет под, станет сторонниками его программы. Часть, естественно, не станет. Нормальный, естественный процесс, который идет и который будет продолжаться дальше. Но конкретные итоги. Вот давайте просто рассмотрим несколько вещей. Ведь Игорь Николаевич, по большому счету, на 100 дней ставил себе 5-6 вот таких каких-то проблемных вопросов, которые... Чем достаточно конкретные. Да, конкретные. И он тогда оговаривал, я сделаю вот это, я буду делать вот это. Ну, самый главный вопрос был, и он самый главный для нашей страны, это восстановление экономических отношений, вообще дружеских отношений с Российской Федерацией, которые были подорваны его тем, ну, правящим олигархическим режимом на протяжении последних 7-8 лет. Но это актуальный вопрос. Почему? Потому что вся наша экономика так исторически развивалась несколько столетий, она завязана на восток. И, естественно, у нас более 60% населения живет в сельской местности. Поэтому решение вопросов о возобновлении поставок сельскохозяйственной продукции, овощей, фруктов, консервной промышленности, мяса, виноделье, вино, виноград, коньяки, это очень важно для людей, которые, ну, не только которые живут в сельской местности, это все-таки... Все, кто задействованы в этом производстве. Конечно, это отрасли бюджета образующие. И это очень важно, это конкретное производство. Произошел сдвиг, произошло, ну, вы меня извините, что там, январь, февраль, март, за три месяца две встречи с президентом Российской Федерации. Назовите мне еще кого-то из таких вот президентов, которые два раза за такой короткий период времени встречались с президентом такой великой державы, которая определяет мировую политику. Это говорит о том, что в России услышали желания молдавского народа, которые озвучивает президент Дадон. В России пошли навстречу. Кстати, беспрецедентные шаги предпринимает Россия в этом отношении. Ну, ладно, по возобновлению поставок, сколько там уже, 150, по-моему, предприятий поставляют в Российскую Федерацию продукцию нашего различного назначения. Это очень важно. Но беспрецедентная миграционная амнистия. Вы когда-нибудь слышали? Причем вы понимаете, что Россия в этом смысле рискует. Ведь, например, есть другие государства, у граждан которых есть подобные проблемы, могли бы, наверное, задать вопрос. Я согласен, Станислав, с вами, потому что уже начались заявки. Но, несмотря на это, Россия пошла, сделала этот шаг. Да, да, начались уже заявки от Аджикистана, от Узбекистана. Вот давайте рассмотрим эти вопросы. Действительно, Россия пошла на беспрецедентный шаг. Она объявила в одностороннем порядке, по просьбе президента Игоря Дадона, амнистию. Что это значит? Это 250 тысяч граждан наших, которые сегодня работают в Российской Федерации, и они нарушили миграционное законодательство. Есть некоторые, которые 8-9 лет не выезжали назад в Молдову для того, чтобы не поставили им запрет. Они там живут, работают. Кто-то уже перетянул туда семьи. И добавьте к ним еще хотя бы три члена семьи. Посчитайте, сколько приблизительно, скольких людей коснулась эта мера. Оппоненты сегодня говорят, вот, а сколько там, там 30 тысяч всего из 250. Подождите, процесс пошел. Там же не рекламное агентство в Российской Федерации для молдаван. Да, вот приходите туда, такие-то вопросы решаются. Пока люди получат информацию в разных городах, кто-то кому-то расскажет. Очень многие боятся, а не пойду ли я вот в эту полицию, а потом меня возьмут и вышлют. А я сам пришел, а так я вроде бы прекрасно, хорошо живу. Может, перекантуюсь. Это естественные моменты. Не знаю, ментальность наших людей, наверняка кто-то еще захочет каким-то коммерческим путем пойти. А там уже есть жулики, которые наверняка ждут. Конечно, 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 спрос всегда предложение ждет. И здесь есть еще момент очень важный. То есть, продлили эту амнистию. То есть, во время второй встречи, 17 марта, президент Путин услышал Игоря Дадона. И Российская Федерация продлила эту амнистию до 12 мая. То есть, целенаправленно проводится в этом вопросе политика. Теперь есть другая категория людей. У нас 50 тысяч наших граждан, которые находятся в Молдове, но получили депорт и не могут туда въехать. Насколько я знаю, на той неделе уже 17 тысяч по ним был решен вопрос, по 30 остальным. Вот я, как Игорь Николаевич Дадон сказал сам на пресс-конференции, а то, что сказал президент, я ему абсолютно доверяю. Он сказал, этот вопрос решается и будет решен. Тут ведь важная еще степень нарушений, сами понимаете, не каждому могут простить то или иное нарушение на территории другого государства. Я согласен с вами, я с несколькими людьми общался, говорил, а мне говорят, а вот по мне еще конкретного решения нет. Я захожу каждый день на сайт, я говорю, наверное, там тоже работают люди, пока разбираются. У тебя есть возможность обратиться и туда, обратиться здесь, но есть кто тут занимается, ты знаешь, кому обратиться. Пожалуйста, в Молдове есть такая информация, пожалуйста, обращайся, тебе помогут. Это большое дело, правда? Конечно. Вот, это конкретное дело, это конкретное дело. И я очень рад, что этот вопрос решается, как бы кто-то не пытался это критиковать. Теперь следующий вопрос, тот, который касается Приднестровского урегулирования. Ну, сдвинулся вопрос, сдвинулся. Две встречи уже прошли тоже с Красносельским, прошли. Возобновила работу Объединенная контрольная комиссия. Значит, там Приднестровье пошло на встречу по некоторым шагам. Вот я сам езжу в Приднестровье к маме, да, к родственникам. Да, вот эти вот все проездные, все вопросы там действительно более лояльные стали. Уже не надо отчитываться, уже не надо сдавать вот эту миграционку, которую мы заполняли. Да, то есть, видно, что какие-то вопросы решаются в сторону просто простых людей. Но и тот пакет, который сформирован разных вопросов по транспортным перевозкам, по номерам автомобильным, по дипломам, по сертификатам различным, очень важный вопрос. Ну, в общем, там пакет где-то порядка 10 вопросов. И я знаю, что Приднестровье, Российская Федерация предлагает вот этому формату 5 плюс 2 обсудить эти вопросы как актуальные. И я считаю, что вполне правильно. То есть, надо начинать с каких-то конкретных шагов. А те, кто пытается сегодня поставить телегу впереди лошади, вот давайте сразу решать политические вопросы, да подождите. Если мы по телефонной связи не договорились между двумя берегами, вы хотите решать вот такой сложный вопрос и устраивать какую-то конфронтацию. Все должно идти пошагово. Ну и остальные вопросы. То, что касалось, ну, например, был также активизирован диалог с Европейским Союзом. Президент был там. Ну, может быть, хотелось бы, конечно, чтобы как-то и с соседними странами, с Румынией, с Украиной был более активный диалог. Ну, пока, видимо, президент решал более горячие, более актуальные вопросы. Но и здесь надо учитывать позицию другой стороны, да. Если мы посмотрим на румынскую позицию, но она не совсем, скажем так, лояльно комфортная для какого-то продолжения диалога. Почему? Потому что я знаю, что президент Дадон, он совершенно правильно ставит вопрос. Да, давайте, мы с соседней страны будем дружить, будем говорить, все остальное. Но есть вопросы нерешенные. Решен, а не решен вопрос границы. Не решен вопрос о заключении договора о дружбе добрососедских отношений, потому что он предполагает другие какие-то моменты. То есть здесь есть моменты, над которыми надо работать. Ну, можно продолжить. Наверное, у нас только тем сегодня для обсуждения, что надо быть. Да, смотрите, одна из ключевых тем, которая обсуждается довольно давно, но последнюю неделю достаточно интенсивно, это предполагаемые или предлагаемые демократами изменения избирательной системы. Перехода от партийной системы формирования парламента к формированию посредством одномандатников, то есть тех, кого будут избирать по округам. Вот ваш взгляд на это предложение, насколько оно конструктивно или наоборот разрушительно для политической системы Молдовы? Кто заинтересован в реализации внедрения вот этих изменений в избирательный кодекс страны? И какова вот конечная цель? Ну, кто заинтересован, это тот, кто и предлагает. Естественно, демократическая партия, которая и предлагает все эти изменения. Но вы знаете, на днях этот опрос был фонда общественного мнения, может мы коснемся его цифр, да? Насколько я там знаю, 54% партия социалистов набрала бы в ближайшее воскресенье, если были бы выборы, да? А на втором месте там что-то 29%, если не ошибаюсь, партия Майя и Санду, а все остальные не проходят в парламент. Вот вам и результат. Если мы посмотрим рейтинг действительно демократической партии, которая была вынуждена снять своего кандидата на президентских выборах, потому что он бы опозорился лупу и не проходил, мы тоже прекрасно все это знаем, то есть это их тревожит, но власть как-то уступать и отдавать не хочется. Поэтому, ну как обычно в каком-то процессе пытаются в таких случаях изменить правила игры. А избирательная компания, она тоже имеет какие-то свои правила, какие-то свои закономерности. Да, все эти три формы, они действуют в мире, они имеют право на жизнь, и голосование по партийным спискам, и смешанная система, и одномандатные округа. Но в большинстве стран на сегодняшний день мира используется именно партийная система, потому что она более понятная и ясная. Вы понимаете, дело в том, что есть какая-то определенная политическая сила, она выдвигает какие-то политические лозунги, она выдвигает какую-то программу, ясную и конкретную, и она имеет возможности, средства, деньги, технические, информационные возможности донести эту программу и информацию до всех избирателей страны. Есть элемент ответственности. Да, есть элемент ответственности. Что бы ты не творил на протяжении мандата, рано или поздно тебя сольют избиратели. Конечно, конечно. Вот точно как, помните, с коммунистами происходило. Эти ушли, те ушли, четвертые, пятые. То, что с демократами сейчас происходит, посмотрите их рейтинги. Конечно, голосовали за одно, а реально делается другое. Соответственно, рейтинг партии падает. А здесь, в одномандатных округах, да, вот в России смешанная система, но Россия громадная страна, не сравнить по территории с нашей, и там совершенно другая политическая культура на сегодняшний момент. А вот у нас, ведь не мы же придумали этот термин, захваченное государство. Да, его начали использовать европейцы, и начали говорить, что действительно, кем захваченное, да, олигархами захваченные, те, которые сегодня находятся в управлении, те, которые сидят в парламенте, те, которые сидят на сегодняшний день в ночном нашем правительстве. Да, вот они на сегодняшний день за все ответственны, то, что было, и хорошего, и плохого. Но больше, к сожалению, вот было разрушительное в их деятельности. Но в парламент опять-таки надо попасть и удержать власть. Поэтому что происходит? Ну, происходит, ну, якобы какая-то компания идет, которой демократическая партия не имеет отношения. Ну, это, в смысле, билборды, реклама на телевизорах. Да, билборды, реклама, да, какая-то группа появилась там, подписи собирают, которые никакого юридического влияния и отношения к этому процессу не имеют. Я, насколько знаю, было разъяснение по этому вопросу Центральной избирательной комиссии. Но суть не в этом. А суть в том, что в нашей политической системе, которая захвачена олигархическим режимом, который находится у власти, вводить выборы по одномандатным округам, то здесь возникает очень много вопросов. Ну, вот мы видели на примере Гагаузии, да, два раза проходили выборы, и мы там очень ярко увидели, они идут независимые, да, никто от демократов практически, там, один или два человека на последних выборах не выдвигался, а потом раз, и половина состава депутатского корпуса, Вступили в демократии. Да, или вступили, или они образовали эту фракцию. Значит, возможны другие варианты. И есть еще один вопрос. Когда вы член партии, когда вы член какой-то партийной фракции, за вас заступается вся фракция, за вас заступается вся партия. То есть, человека как-то пытаются отбить от наезда, от там, липовых уголовных дел, от прочих вещей. А когда человек избран по конкретному округу, он абсолютно беззащитен. Почему? Да, потому что, как рассказывает, очень простая практика, да, ну, условно говоря, я, конечно, может быть, что-то вот не так скажу, но в любом случае это решается очень просто. Приезжает прокурор, ложит два чемодана, один с деньгами, а один с уголовным делом. И говорит, ну, ты тут полистай, почитай минут 15-20, я выйду покурю. А потом пересчитали. Да, ну, и ты принимай решение. Поэтому вот и мы видим то, что у нас происходит в парламенте. Но вы можете себе представить, за два года половина состава парламента поменяла свою партийную принадлежность. Они или стали независимыми, или перебежали в другую партию, как эти 14 коммунистов. Что у них за ночь? Новые взгляды появились. Они сегодня проводили партийные соглашения. Это было озвучено, знаете, произошла эволюция. Ну вот, эволюция. Вот странная эволюция происходит. Поэтому одномандатная система, она в себе несет очень мощную, в наших условиях, коррупционную составляющую. И вот те там 3-4 мифа, о которых рассказывают, это все действительно мифы. Но о них говорить, наверное, надо специальную передачу посвятить. Короче, одномандатная система нам не подходит, еще учитывая вопрос Приднестровья. А что мы с Приднестровьем будем? Какой там избирательный округ? Никакой. А кто будет представлять интересы тогда этих людей? А что мы будем делать с представителем женщин? Что мы будем делать с представительством национальных меньшинств? Когда партия формирует списки, там можно выработать какие-то критерии. Поставить, да, мы вот так, вот так, у нас должно быть столько женщин, ищем профессионалов, специалистов. У нас должно быть столько там гагаузов, болгар, русских, потому что они живут в нашем обществе, они часть. Нашей страны, наши граждане. А здесь, подождите, что может произойти? Ту же гагаузию поделят на три округа. Там присоединят Кантемир, там Кагул на юге, вверху Чемишлия. И никогда ни один болгария, ни один гагауз не будет избран. Поэтому болгары и гагаузы неправильно поднимают этот вопрос. Это действительно система, которая закладывает мощную бомбу под нашу, ну, как бы, скажем так, социальную безопасность, политическую безопасность. Поэтому в сегодняшних условиях, да, надо вносить изменения в избирательную систему, это бесспорно. Но в сегодняшних условиях переходить на одномандатную или смешанную систему, ну, извините, хрен редкий, не слащий, да, только чуть-чуть по-другому все это будет, мы не можем себе позволить. Вот мы знаем партии, мы им доверяем, они не нравятся нам, мы голосуем по-другому, а того кандидата, ну, вот возьмите округ, 30 населенных пунктов войдут в этих округ. Ну, вот вы избираетесь от одного села, да, скажем так, а все остальные вас все равно не знают. Механизм отзыва, ну, это вообще анекдотично звучит. Вон, отзовите Киртака нашего, Кишиневского, разрушителя. Ну, отзовите его. Ну, вот я хотел бы, вот пусть его отзовут, я тогда соглашусь с этой системой. Нет этого механизма, никогда 50% избирателей округа не соберутся, не проведут, тем более, если будет административное противодействие этому процессу. Ну, вот основная масса вот таких возражений. Ну, вот такой вопрос, а как вы думаете, наберет ли, ну, не знаю, необходимое большинство голосов, необходимое количество голосов в парламенте, это законопроект, когда его будут рассматривать? Какой? Именно вот по изменению избирательной системы. Прокурор с двумя чемоданами. Он решит все, а мы видим, что у нас решают все проблемы так. Ну, вот посмотрите, все больше и больше количество увеличивается, но это там всего лишь, насколько я понимаю, сегодня 24 социалиста, которые реально стоят на одной позиции. Семь коммунистов, ну, они то за одно голосуют, то за другое, непонятная позиция. И, насколько я знаю, даже коммунисты по избирательной системе, они промолчали, у них другая точка зрения. Вот, поэтому тут, ну, тут надо разбираться, с этим все равно голосов не хватает. В первом чтении прошло обсуждение законопроекта по лишению иммунитета, депутатского иммунитета. А вот вдруг неожиданно депутаты решили расстаться с такой роскошью, как неприкосновенность. Но действительно ли это роскошь? Или это может быть необходимая часть такого политической жизни, необходимая часть жизни человека, который решил заняться политикой? Или это действительно, может быть, ненужная абсолютно такая опция в статусе депутата? Ну, вы знаете, я считаю, что это необходимая вещь. Почему? Потому что, ну, вот смотрите, ну, мы любим ссылаться на Европу, во всяком случае, наши руководители. Ну, там века демократии. Да, да, но извините, во Франции, в Германии, в Италии, да возьмите Японию, возьмите там массу других стран. Уже не европейских. Везде депутаты имеют депутатскую неприкосновенность. В некоторых странах судьи Конституционного суда, Верховного суда тоже имеют какую-то неприкосновенность. Естественно, глава государства и при исполнении мандата, там, ну, вот, там, премьер в некоторых странах может. Зачем это делается? Для того, чтобы эти люди могли принимать независимое решение. Для того, чтобы во время исполнения ими своего мандата на них нельзя было оказать давление. А ведь давление можно оказать на человека по-разному. Вот, посмотрите, проголосует парламент за лишение депутатов этой неприкосновенности. Реальная оппозиция – это 24 социалиста. И завтра, послезавтра, в течение месяца на 20 социалистов будут возбуждены уголовные дела, там, начнутся какие-то наезды на их родственников. Ведь то, что происходит у нас в правоохранительной системе, мы это и видим. Ну, вот, посмотрите, ну, у нас же, а что это будет так, мы же видим на конкретных примерах. Ну, посмотрите, тот же примар Басарабяцкий. Басарабяцкий. Приехали, забрали. Приехали, забрали. За что? За то, что какой-то житель там со своей дочкой, чего-то, кому-то он ее там неправильно воспитывал или кому-то там в аренду сдавал. Да, это плохо, да, это преступление. Какое отношение имеет это должностное лицо? Где были правоохранительные органы, где была прокуратура, где были соответствующие органы и так далее. Ребята, что вы творите? Так же нельзя. Помните эту ситуацию с этими елями, с елками в Тараклии, да? Сколько судебных процессов выдержал, ну, примар Тараклии. И в конце концов... У нас тут Кишневый лесоповал устроили. Да, 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 да. Поэтому здесь, я думаю, что это явный перебор. И вообще-то есть тут решение, насколько я знаю, доклад Венецианской комиссии, который четко и ясно говорит, что это один из демократических признаков действия парламентской системы, который должен соблюдаться беспрекословно. Мы тут как-то вот нам выгодно, давайте повернем сюда. Нам не выгодно, повернем в другую сторону. Я считаю, что это неправильно, потому что это может быть произвол по отношению к народным избранникам, да? А я хочу голосовать за народного избранника и быть уверенным, что он будет до конца бороться за то, что я ему поручил. Поэтому я считаю, это абсолютно неправильный подход, и он антидемократичный, и он нарушает все цивилизованные принципы демократического общества. Это удивительно то, что в этом улье есть пчелы, которые голосуют против меда. Ну, понимаете, а как они могут голосовать по-другому, когда они попали в тот лагерь не по своей воле? Как там, с волками жить, поволчевать? Человек выбрал эту долю сам, определился в силу тех или иных обстоятельств. Может, мы и не можем так об этих людях говорить, но каждый принял для себя это конкретное решение. Поэтому я бы сказал так, что вот эта одномандатная система, ну, это, образно говоря, шаг к диктатуре. И это надо рассматривать именно таким образом. Это шаг к установлению диктатуры в нашем обществе. Расчищение пути, это еще и лишение этих депутатов неприкосновенности. Конечно, конечно. Вы затронули тему очередного соцопроса, итоги которого были озвучены на этой неделе. Опрос фонда общественного мнения. Каковы, на ваш взгляд, результаты? Насколько они близки к реальным? И как они отражают, на ваш взгляд, такой политический расклад предпочтений? Ну, наверное, они приблизительно плюс-минус реальные. Почему? Потому что мы, если возьмем итоги ноябрьских парламентских выборов 13 ноября 2016 года и итоги того голосования за президента Дадона, которого выдвинула и поддерживала Социалистическая партия. И если мы посмотрим сегодня итоги этого опроса фонда общественного мнения, то мы увидим, что цифры совпадающие. Если я не ошибаюсь, там 54% и 0,2% по-моему проголосовало бы за партию социалистов. Это на 4% выше при том максимуме, который был у коммунистов в 2001 году, когда они мощно победили в парламенте. Да, 71 или 72 мандата, но они тогда набрали 50,07%. Сегодня вот по этому опросу, получается, социалисты их опережают, и они могли бы иметь в парламенте 64% и сформировать свое правительство и решать массу вопросов. Вот это, наверное, желание народа. Поэтому мы и видим вот то мощное противодействие, которое идет и против президента Игоря Дадона, и против партии социалистов. А Дадон, он сделал вроде бы как бы рекорд десятилетний, получается. Ну давайте посмотрим. В октябре тот же фонд общественного мнения по рейтингу президента давал, ну Тимофтий тогда, да, давал рейтинг 3,8. И то явно это был очень высокий рейтинг, в других соцопросах он был чуть-чуть пониже. Но давайте возьмем его за базу 3,8. И сегодня фонд общественного мнения доверяет президенту Дадону там совершенно конкретная другая цифра. 54,5% доверяют, а 47,5%, то есть почти 48% одобряют его деятельность. Ну вот он реальный расклад сил в обществе и реальное видение общества. То есть действия президента Дадона, как бы они не критиковались олигархическим режимом, они имеют народную поддержку. И поэтому мы можем говорить, да, это народный президент. Нравится кому-то такая позиция или нет. Ну а то, что происходит у нас, вот со стороны правительства, там и правительство, и парламент, там правительство 20 чем-то процентов доверия, а парламенту всего лишь 19, по-моему, процента. То есть разрыв в 2-3 раза между президентурой, этой командой президента, которая еще не в полном составе работает, и теми органами власти, которые у нас действуют уже как бы несколько лет. И парламент, и правительство, вот уже второй год пошел, да, но мы видим совершенно другую реакцию населения по отношению к этому. Ну, наверное, это связано с не совсем умной политикой, которую заняли руководители правительства и парламента. Они проводят антипрезидентскую какую-то борьбу. Они постоянно провоцируют президента на какие-то определенные шаги. В то же время они кричат сами, что Дадон раскалывает наше общество и так далее. Подождите, да, ничего он не раскалывает, он просто отвечает вам на все ваши деструктивные действия. Ну скажите, ну вот простые примеры, да, ну вот этот демарш, когда мы наконец наладили благодаря президенту отношения с Российской Федерацией, сдвинулась экономическая составляющая, начался решать миграционный вопрос. И вот этот демарш выступления Канду и Филиппа с претензиями к Российской Федерации, какого-то чиновника где-то там, не знаю, задержали, что там его обыскали, разделили. Да, обидели, никаких фамилий, никаких фамилий. Вы слышали хоть одну фамилию, какие-то факты, кого, когда, за что, какие? Нет ничего, то есть потому что нет. Там в России почитали, наверное, очень удивились, а чего отвечать. А следующее, что последовало, юбилейная сессия парламентской ассамблеи СНГ, да, в Санкт-Петербурге, 25 лет. Ну и опять-таки, бюро парламента приняло решение, что наши официальные делегации не участвуют в этом вопросе. Ну, Дадон попросил своих бывших однопартийцев, социалистов, они там представили Молдову, хоть не стыдно было, зачитали обращение президента и так далее. Ведь это вопрос самоизоляции. То есть, с одной стороны, Филиппе Канду кричат, мы за укрепление дружеских отношений с Российской Федерацией, мы за то-то и то-то, а с другой стороны, они делают все для того, чтобы, наоборот, эти отношения были плохими, наоборот, рассориться, разругаться. Я считаю, что это абсолютно неправильный подход, деструктивный, и он мешает нахождению взаимоотношений, взаимопонимания между различными отраслями власти. Президент еще не вступил, помните, в свою деятельность, его начали ограничивать права, начались какие-то на него наезды и так далее. Но такая политика, она не имеет никакой перспективы. Поэтому, вот насколько я хорошо понимаю, вот то, что произошло на пресс-конференции по итогам в 100 дней президентства Игоря Дадона, когда он подписал указ о проведении конституционного референдума, это ответная реакция. Если человеку связывают руки, если ему не дают что-то делать нужное, полезное для государства, если не решается, не идет следствие по украденному миллиарду, ну, больше двух лет прошло, мы не видим ни посадок, ни виновных, ничего. Там какой-то банк на днях, да, там Национальный банк оштрафовал всех участников, по-моему, на полмиллиона лея. Они украли миллиард, а их оштрафовали. Ну, извините, а где были СИП, где были МВД, где была прокуратура, где те не выполнили, кто не выполнил своих обязательств. Помните, Тимофти даже три раза выступал и говорит, а я вроде мне тут писали, я предупреждал, я всех информировал, а никто ничего не делал, и никто не понес никакой ответственности. Ну, нельзя так в нашем обществе. Естественно, этот вопрос четко и ясно. Пусть народ скажет теперь, да, воры, верните наши деньги, но вы верните его из своего кармана. Ну, другие три вопроса, они, естественно, туда попали из той ситуации, которая есть на сегодняшний день в нашей стране. Можно по некоторым спорить, можно нет, но это видение президента, это видение тех политических сил, которые он представляет. Я уверен, что по всем четырем он получит большинство положительных ответов, если будет такой референдум проведен, а потом возникает вопрос. У нас уже подписано, а сегодня еще опубликован в мониторе. В мониторе, значит, он вступил в силу. А здесь вступает другой вопрос, и президент тоже правильно сказал на пресс-конференции. Ну, пусть тогда парламент официально отвергнет волю народа. Ведь это не просто там, как говорят некоторые, мол, это не консультационный референдум, это консультационный. Но игнорирование инициатив президента означает блокирование воли народа. Накануне парламентских выборов они хотят это получить, они это получат. Поэтому, я думаю, к сожалению, политическая борьба будет ужесточаться, но это не подача президента Игоря Дадона. Это подача тех людей, которые находятся сегодня в парламенте и в правительстве, и которые, скажем так, мешают решению тех вопрос, за которые голосовал народ во время президентских выборов. Чтобы закруглить тему, вот этот низкий рейтинг доверия к парламенту, 19%, не может ли оказаться формальным поводом для того, чтобы протащить закон об изменении избирательной системы, чтобы изменить политический класс? Ведь смотрите, к нынешнему парламенту, который сформирован по партийным спискам, народ катастрофически теряет доверие. Теперь давайте мы сейчас его так переформатируем, и будут совершенно, так сказать, доверенные лица народа будут. Доверенные лица народа, которых народ не сможет отозвать, доверенные лица, которых можно подкупить сразу же, доверенные лица, которые ни за что не отвечают, потому что те сказки, что он будет там решать проблемы населения конкретного округа, это сказки. Ну вот давайте представим, мы с вами депутаты, вот 101 таких же, да, вы представляете Таракли, я представляю Басарабяску, Третий Когул, пришли в парламент, сели, и то даже не район, а там кусочки, да, сели, и вот у меня в районе нужно построить мост. Второй говорит, а мне нужно полтора километра дороги. А третий говорит, а мне нужно это. Подождите, они никогда бюджет не утвердят. А правительство скажет, господа депутаты, вот у нас утвержденный бюджет на этот год, да, давайте как-то договариваться и с мостами, и с дорогами, и с ремонтом школ, и больниц, и так далее. Потому что это популизм чистейшей воды. Поэтому ничего у нас абсолютно не изменится, если будет одномандатная смешанная система, кроме того, что эти депутаты будут еще более зависимы, чем теперешние. Это однозначно. Другое дело, можно внести нормальные изменения в избирательную систему, запретить политический туризм, запретить переход из фракции, из фракции. Вышел из фракции, положи мандат, пусть вот по партийным спискам придет другой. Да, тут есть вот такие механизмы решения этого вопроса. Может быть, там надо пересмотреть и изменить законодательство по поводу избирательных участков за границей, да, чтобы наша диаспора как-то в чем-то участвовала. Или наоборот, надо посмотреть. Но диаспора не может участвовать в местных выборах. И нормально как-то это все обходится. Зачем тогда диаспоре в парламент избирать депутатов или еще что-то? И сколько там будет округов, и кто это будет решать? Где? Мы видим, что сколько там избирательных участков было 8 в Российской Федерации, да, из 100, которые были во всех странах, да, в европейских и в других странах. А там, извините, 700 тысяч наших мигрантов, наших граждан на сегодняшний день находятся. Так, конечно, там могут образовать два округа, а там 10. Ну, в общем, позиция понятна. На пресс-конференции Игоря Дедона, посвященной его 100 дня президентства, было сказано о его требовании к премьер-министру Павлу Филиппу о том, чтобы снять министра посвящения Карине Фусу с должности. Связано с тем, что буквально накануне ей было объявлено, так сказать, приказном порядке проведение целого ряда мероприятий, посвященных... Было приказным. ...так называемому объединению Румынии и Бессарабии. И сам лично наблюдал, приезжал мимо одного из лицеев столицы, видел, как вывели детей на такую своеобразную, когда-то говорили, линейку, они размахивали румынским флагом. Румынским флагом. Да, и вот к чему приучали. То есть вот тема унионизма, которая зазвучала сейчас вот на этой неделе таким вот образом, она ведь, ну, не спроста и настораживает. Хотя, с другой стороны, вот то, что было озвучено статистикой сегодня, управлением статистики, ну, можно сказать, немного успокаивает. Ведь, смотрите, подавляющее большинство опрошенных, ну, почти 80%, 78% кажется, считает себя молдаванами. 75. 75, да. И какое-то количество людей называет себя румынами. И прирост есть, но он не... Нормальное явление. Да, но он небольшой. Мне кажется, этот прирост как раз и обусловлен вот этим активным просветительством нашей молодежи в отношении того, что они не молдаване, а они румыны. И изучать должны историю румын. Язык назвали румынский, категорически так сопротивляется называть его так, как он был назван исторически молдавским. Потому что докажите, что Штефан Чалмаря говорил на сентимру мы, или мы говорим на румынском. Ну да. Вот, это невозможно. И вот ваше видение, чему это все? Почему вдруг такая вспышка? Я понял. Вы знаете, здесь два аспекта. Вот смотрите, если мы сейчас с вами будем выступать за сепаратизм. Вот преднестровцы такие-то, и мы их поддерживаем. Вечером к нам с вами приедут друзья из СИБА, или в крайнем случае завтра утро, и скажут, ой, а за сепаратизм у нас есть уголовная статья. И за призывы к нему тоже. Я думаю, обойдутся без ой. Сразу. Да, сразу. Но вы понимаете? А здесь я считаю, преступление еще гораздо более страшное и сильное. Преступление, которое говорит о том, что люди хотят целенаправленно уничтожить существующее наше молдавское государство. Статья уголовного кодекса о том, что... Об измене Родине. Да. Ну, конечно, ее нужно применять, и здесь никакая точка не зрения. Почему сепаратизм это уголовное преступление, а унионизм, уничтожение своего государства, это не преступление. Мы получили независимость, мы объявили свою независимость 27 августа 1991 года, и все, ставим точку. Мы член ПАСЭ, член ООН, член стольких международных организаций. Да, и поэтому все, что направлено против нашей территориальной целостности, единства, суверенитета нашего народа, я рассматриваю только как уголовно наказуемое преступление. Теперь следующий момент. Почему президент поднимает вопрос по преподаванию истории Молдовы, чтобы этот курс преподавался? Но тут есть еще один момент. У нас два идеологических предмета в школе. Это история, которая изучается, и это гражданское воспитание. На гражданское воспитание сегодня вообще никто не обращает внимания. А там такие учебники понаписывали, что ой-ой-ой, возникает вопрос. Ну вот я вам просто, вот вы представьте картинку, я вам рисую. Берешь учебник гражданское воспитание за 9 класс, 4 автора, в 2014 году утверждено Министерством просвещения. Прямо на обложке флаг Молдовы и полосы, как они идут, синяя, желтая, красная. Посередине на желтой полосе звезды Европейского союза вместо молдавского герба. А перед этими звездами рука статуи свободы с факелом. Скажите мне, пожалуйста, что символизирует эта обложка учебника по гражданскому воспитанию? Можно говорить о чем угодно. Но вот я просто открыл одну тему. Тема 13. Многокультурный мир и сохранение национальных ценностей. На одной странице 59 я читаю следующее. Республика Молдова является национальным государством, которым более 70% населения составляет румыны. Это официальный учебник. Что сегодня перепись сказала? 75% считают себя молдаванами. Значит, мы в учебнике целенаправленно. Это государственная политика. Искажаем действительность. Практически врем. Следующая фраза. Самые интересные обычаи и традиции румынского народа связаны с крещением, Рождеством, Пасхой и Днем Святого Василия. Но кроме как анекдота это не назовешь. И третья фраза на этой же странице. Существенной особенностью румынского национального костюма является и идет перечень. Дорогие наши сограждане. Пока в наших государственных школах, которые финансируются из государственного бюджета, будут финансироваться подготовка граждан сопредельного, соседнего, пусть и дружественного, братского государства, до тех пор мы не будем в республике Молдова все быть равноправными гражданами нашей страны. И вот это самое страшное. И здесь есть несколько дат, по которым не надо устраивать пляски, и по которым не надо, в связи с которыми не надо бегать по площадям и улицам с флагами. Это история. Это было. Это прошло. И это осталось историческим фактом. Я имею в виду, что 16 мая 1812 года Бухарестский мир, по результатам которого мы знаем, что территория так называемой Бессарабии отошла к Российской империи. Это международный договор, который никем сегодня не оспорен, и который действует по сегодняшний момент. Если кто-то против него, ну хорошо, возвращайте эту землю законному наследнику. Кто законный наследник? Османской империи. 27 марта 1918 года, то, что Карина Фусу приказ издала. Спорный вопрос. Решение принято нелегитимным органом, который никто не избирал. Во всей мировой практике, по Крыму и по другим вопросам все кричат, вот плебисцы и так далее. Потому что есть установленные международные нормы. 28 июня 1940 года, как бы кто ни относился, но это реальная дата, вернулись в состав того государства, в котором были. 22 июня 1941 года и 24 августа 1944 года можно трактовать по-разному. Но помните, мы с вами говорили на одной передаче, что 9 фашистских государств напали на СССР. В том числе и перешли к границу прута. Две румынские армии, одна немецкая и венгерский корпус. Кто на кого напал и с какой целью, мы прекрасно знаем. 24 августа для нас освобождение. И последнее, то что я говорю, я еще раз говорю. Я гражданин Молдовы. Я с уважением отношусь к этой стране. Это моя родина. И 27 августа 1991 года рубежная дата. День независимости нашего государства. Точка. Борис, спасибо за этот разговор. Я думаю, многим зрителям было абсолютно все понятно и ясно. И это важно. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был политолог Борис Шаповалов. Следите за эфиром. Будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова